В Челябинске суд рассмотрит дело банды налетчиков на супермаркеты. Трое несовершеннолетних ночью врывались в продуктовые магазины и выносили оттуда спиртное и сигареты. Причем иногда о своих преступлениях предупреждали журналистов, а потом любили рассматривать съемки с камер наблюдения. Подробнее расскажет наш корреспондент. Это кадры одного из преступлений банды юных налетчиков. Молодые люди булыжником разбивают двери супермаркета, а затем забегают так быстро, что один из них даже падает. Преступник быстро поднимается и хватает корзину, после чего начинает судорожно закидывать в нее товар. Затем злоумышленники двинулись к полкам с алкоголем. Одну за другой они хватают бутылки и складывают награбленное. И вот сбегают вместе с добычей. Так они скрылись из магазина на улице Тепличной. На кадрах видно, как трое парней вылезают из окна продуктового. При этом своими подвигами подростки хвастались в соцсетях и даже писали журналистам. Вот я самый младший. Когда уже видео по ночным грабежам выйдут, хочу посмотреть на себя. Позже их задержали. И выяснилось, что руководил бандой 26-летний парень, а преступление совершали двое 17-летних подростков. Они забегали в магазины и выносили товар. За две недели налетчики обчистили 14 супермаркетов. За ночь наведывались в три торговые точки, а через несколько дней в некоторые возвращались. По всем фактам в отделах полиции и управления МВД России по городу Челябинску возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренной частью 2 ст. 158 ГК РФ «Кража». Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Главарь банды теперь под стражей и, кажется, из-за решетки уже не выйдет. Утверждено обвинительное заключение в отношении трех лиц, которые на территории города Челябинска совершили ряд хищений имущества в ночной период времени из магазинов. Кроме того, в отношении совершеннолетнего лица предъявлено обвинение по статье 150 части 1 Уголовного кодекса РФ, а именно вовлечение несовершеннолетнего в совершении преступления. Как оказалось, краденую продукцию они продавали, а на вырученные деньги покупали себе дорогой алкоголь. Общий ущерб от нападения на супермаркеты составил более 150 тысяч рублей. И теперь всю троицу, в том числе и несовершеннолетних подростков, будут судить. Продолжение следует...